Танец на миллионы Ну а после скандала провели служебную проверку и девушку уволили. Кроме видео, поводом стало то, что полицейская частенько опаздывала на службу. Теперь Негодина наняла адвоката и решила обратиться в суд. Она утверждает, что уволили-то ее незаконно. Кроме того, коллеги после инцидента оскорбляли девушку. Так что моральный вред она оценила ни много ни мало в 10 миллионов рублей. Негодина утверждает, что ролик предназначался для личного просмотра и в сеть его выложили без ее разрешения. Так может ли девушка рассчитывать на компенсацию от МВД? Узнаем у нашего эксперта на прямой связи с лайфом адвокат Александр Арутюнов. Здравствуйте, Александр Арташевич. Ну вот на самом ли деле те страдания стоят 10 миллионов и реально ли их отсудить у МВД? Здравствуйте. Во-первых, я должен сказать следующее. Если девушка полагает, что ее уволили незаконно, то у нее, конечно, несомненно, есть право обратиться в суд за справедливостью, как говорят в народе. Другое дело, что у нее получится. Я, конечно, не могу делать выводов, но могу предположить, что, скорее всего, у нее ничего не получится. А если у нее ничего не получится, то тогда, соответственно, сам собой отпадет вопрос о компенсации морального вреда. Ну а вот были ли такие опыты, скажем так, в российской юриспруденции, когда человек действительно возвращался на службу, с ним начинали улыбаться, вежливо общаться и заплатили ему там, ну, предположим, недействительно, хотя бы 5 миллионов рублей и восстановили в должности? Давайте так. Конечно, случаи восстановления судом работника на работе были, и они есть. Более того, их довольно много. Но тут возникает вопрос о компенсации морального вреда, вернее, о размере компенсации морального вреда. На моей памяти не то, что 10 миллионов, не то, что 5 миллионов рублей, но и 200-300 тысяч рублей компенсации морального вреда не было. Максимум, на что человек может рассчитывать, это 10, 15, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. При этом нужно иметь в виду, что, конечно, поскольку требование о компенсации морального вреда не оплачивается госпошлиной, то можно в заявлении написать и потребовать 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей и даже 100 миллионов рублей. Другой вопрос. Сколько конкретно присудит суд? Так вот, я думаю, что 10, 15, 20 тысяч рублей – это та сумма, которая фигурирует во многих делах, по которым работника восстановили на работе. Ну, какой-то дешевенький танец получается в таком случае. А вот полиция может с ответным иском, скажем так, обратиться к ней и сказать, да что же ты делаешь, ты все-таки человек в погонах, ты обязан сохранять закон и порядок, а вот у тебя вот такая вот штука. Могут ли они ей какие-то претензии предъявить? Вы знаете, они ей претензии предъявить, скорее всего, могут, но не будут. По той простой причине, что они будут ответчиками по делу. И они просто-напросто заявят в суде, что исковые требования этой девушки они не признают. Этого будет достаточно. Во всяком случае, если бы ко мне обратились сотрудники МВД с просьбой оказать им помощь на стороне ответчика, то я, конечно, бы просто написал возражение на исковые требования этой девушки. А к вам часто обращаются сотрудники полиции? Потому что, насколько я знаю, стоит засветиться в хорошем сюжете, либо в плохом сюжете сотруднику полиции, как он тут же прощается, ну, скажем так, ему приходится сдать револьвер и жетон. Нет. Вы знаете, во-первых, если человек в хорошем сюжете засвечивается, как вы выразили, где-то на телевидении, то это отнюдь не повод для того, чтобы уволить его с должности. Нет. А вот если появляются сюжеты, подобные тому, который представила девушка, то, конечно, да, с такими сотрудниками расстаются, поскольку имеет место нарушение кодекса профессиональной этики сотрудника внутренних дел. Ну что ж, действительно, это далековато немножко от образа сотрудника внутренних дел, которую я себе обычно представлял. Ну, посмотрим, чего будет стоить иск на 10 миллионов и на сколько упадет он в цене. Большое спасибо. На прямой связи с Лайфом был адвокат Александр Рутюнов. Продолжение следует...